За важнейшими переговорами в Минске пристально следили во всем мире, активно обсуждают достигнутые договоренности в СМИ, как пишет американская Нью-Йорк Таймс. Теперь по меньшей мере есть шанс, что боевые действия, длившиеся год поутихнут. Хотя подписанное соглашение кажется хрупким и предстоит еще много работы. Об этом свидетельствуют заявления самих участников переговоров и тот факт, что сообщениями о результатах встречи они выступали в разных залах. В свою очередь и дают оценку происходящему и европейские политики. Так, председатель Европарламента Мартин Шульц сегодня приветствовал достижение соглашения о прекращении огня. По его словам, теперь все стороны должны соблюдать его и превратить слова в действие. А вот как оценивают прошедшую встречу на высшем уровне эксперты в Москве и в Киеве. Будем надеяться, что это действительно произойдет. Потому что не один раз уже были договоренности о прекращении огня, но они до конца не реализовывались. Тем более мы знаем, что, к сожалению, есть не очень контролируемые силы. До конца влияние Порошенко на них, к сожалению, не распространяется. Одно из самых трагичных аспектов данного конфликта является то, что пенсионеры, граждане Украины, которые проживают на части Донецкой и Луганской области, они фактически полгода не получают своих заработанных денег. Пенсии, зарплаты, но это действительно преступление. И для этих людей это катастрофа. И в этом отношении государство Украина просто обязано принять все возможные усилия и меры для того, чтобы исправить эту ситуацию. Продолжение следует...